Всем привет! По названию видео вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. Будем знакомиться с OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Да, вот такая упаковка, необычная и похожа, знаете, на упаковку какого-то элитного алкоголя. Интересно, ударит ли в голову OnePlus 7T Pro McLaren Edition, как какой-нибудь вискарик. Еще похоже, знаете, на что, на багет, на шаурму. А это упаковка OnePlus 7T. Наверное, самый постребованный телефон компании OnePlus на конец этого года. Вот об этом вот смартфончике OnePlus 7T мы поговорим завтра или послезавтра, потому что хочется снять отдельный ролик, потому что есть мне что сказать про него. Ну а сегодня все, внимание, McLaren Edition. Благодарим интернет-магазин Технокит за то, что очень быстро, оперативно позволили его заполучить. Ссылка в описании, Технокит. Указывайте, кстати, промокод mobiltelephone.ru в комментарии к заказу на сайте или по телефону и получайте скидку 500 рублей на кафешечку или на билетик в кино. Мелочи, приятно. OnePlus 7T Pro McLaren Edition в Техноките. Ссылка в описании. Упаковка реально необычная, постарались передать они гоночный дух. Версия на 12-256, версия для Китая, но без проблем будет работать в Европе. Заказывайте, не переживайте. Ну и по традиции сравним дизайн новинки с другими флагманами. У меня здесь Vivo Next 3, OnePlus 7 Pro, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10+, Huawei Mate 30 Pro. И что это, как вы думаете? Это Xiaomi Mi 9T Pro. Сзади выглядят куда оригинальнее, чем спереди, да? Да, OnePlus, конечно, в этом году кучу моделей сделала, и отличия между ними не такие серьезные, как хотелось бы. Вообще, мне бы хотелось, чтобы OnePlus 7 в принципе не выходил, чтобы сразу вышел вместо OnePlus 7 7T. И хотелось бы больше отличий между OnePlus 7 Pro и 7T Pro. Но McLaren выделяется, конечно, на фоне других комплектом, главным образом. Отличий между McLaren Edition и обычным 7T Pro крайне мало. 12 гигабайт оперативки здесь и 8 гигабайт в традиционном 7T Pro. А также разный комплект и дизайн. Вот, главным образом, за комплект и дизайн вы и переплатите. Сейчас посмотрим, стоит ли все это переплаты. Оранжевенькое такое. Чувствуете, да? Спортивный дух. Спортивным духом. Тянет. Здесь больше ничего нет. Всякие бумажки непонятные. Упакованы, конечно, необычно. На славу, так сказать. Целая картонка, смотрите. Отдана под иголку извлечения лотка. Так. Вот, посмотрите, у вас все красе надеваясь. Выдвижная камера. Лоток снизу. Все для вас объясняют. Ну и здесь наверняка приветствие. Все понятно. Давайте, да. Кто там китайский знает, читайте. Молодцы. Пишите перевод в комментариях. Телефон оставим на десерт. Пусть пока в пленочке дизайн. Потому что это одна из ключевых фишек устройства самого. Кабель. Тоже, кстати, вполне себе фишечный. Да? Оранжевенький. И кабель-то не простой. Он в нейлоновой оплетке. В такой жестковатой. Наверное, будет более долговечным. И вот тоже возникает ощущение скорости. Вот от этого всего. И под карбон коробочка, да? И вот такой спортивный цвет. И материалы. Подход мне нравится. В отсеке Never Settle прячется зарядка. И не простая зарядка, а Warp Charge 30T. Черно-оранжевая. Причем черный матовый пластик вот здесь. Наверху глянется. Здесь матовый. Шикарно. Подумали, что все, это весь комплект. Но вспомнили, что телефон-то у нас автомобильной направленности. А значит, есть бардачок. Вот. Отсек снизу. Это забавно, друзья. Здесь прячется чехол. И не простой чехол. А, с алькантарой. Да, друзья, пахнет алькантарой. И пахнет свежей тачкой в автосалоне. Когда приходишь в автосалон, садишься в новую машину. И вот такой запах. Если вы никогда не сидели в машине, то представьте себе запах дубленки с рынка. Что-то вот такое. По некоторым описаниям чехла можно было сделать вывод, что вот эти боковые части сделаны из настоящего углеволокна. Но нет. Это просто софт-тач. Чехол обычный, софт-тачевый. Хотя какая-то текстура имеется. Но все равно, как бы, вряд ли здесь какой-то есть карбон. Хотя выглядит прикольно в любом случае. Ну что ж, главный момент этого видео, ради которого все мы здесь и собрались. Макларен Эдишн. Спереди ничего интересного. А сзади. О, слушайте, а прикольно выглядит. На фотках спинка смотрится не так забавно. Вот этот задник как будто 3D переливается. Причем от перламутра до какого-то серебристого цвета. Такого благородного серебристого цвета. Не серого, не белого. Что-то прям такое прикольное, здоровское. В какой-то степени спинка градиентная. Но это, черт побери, самый красивый градиент, который я когда-либо держал в руках. Вот этот узор, он, блин, он благородный. Он смотрится дорого. Он смотрится необычно. Не типичная китайская хрень, переливашка, да? А вот этот узор как будто металл какой-то расплавился по текстуре. Причем какая-то ртуть, я не знаю, алюминий расплавленный. Вот это вот все это дало. Надо смотреть живьем, друзья. Вряд ли видео передаст всю красоту. Но поверьте, смотрится шикарно. Еще боковинки оранжевые внизу. Вот здесь вот по бокам немножко тоже градиент такой имеет свечение. Но все это пропадет, когда ты наденешь чехол. Телефон, конечно, красивый. Но многие предпочтут использовать его в чехле. И тогда от этой красоты что останется? Оранжевая окантовка вокруг камеры. Останется оранжевая кнопочка переключения аудиорежимов. И немножко узора вот здесь. До конца года еще немало времени, но я все же скажу. Это одна из самых красивых задниц у смартфона в этом году. Очень круто. Респект OnePlus за дизайн спинки. Но дизреспект за то, что выпустила аж 5 моделей в этом году, которые слабо отличаются друг от друга. OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T Pro, McLaren Edition. Без парочки моделей точно можно было обойтись. McLaren ладно, оставляем. Может быть не надо было 7T Pro выпускать. Выпустили бы сразу McLaren, да? Ну да ладно. При первоначальной настройке смартфон по умолчанию предлагает попробовать жестовое управление. Давайте это сделаем. Чтобы сделать назад, нужно свайпнуть сбоку. Вот так прекрасно. Чтобы уйти домой, нужно свайпнуть снизу вверх. Замечательно. И недавнее. Снизу вверх. И немножко держим. Ну ничего нового. Но познакомили. Первое включение, да? И McLaren. Что тут от McLaren, собственно? Так, поярче сделаю. Вот такая тема идет от McLaren. Ну, я не впечатлен, прям, знаете. Что вот? Ну, окей. Вот обойна такая. Что такого? Желтые клавиши. В шторке. Настройки. Даже вот реально, это не оранжевый, а какой-то желтенький такой цвет. Да, обойны есть еще какие-то? Нет. Вот. Но что-то, я не знаю, мне кажется, это у обычного OnePlus тоже есть. Все же я нашел иконки McLaren. Это безвкусицу. Да, можно включить, если хотите. Вот McLaren. Иконпак. И мне не нравится. Это, блин, не знаю, какие-то оттенки серого для слабовидящих. Пойди вот в этой серости, вычлени то, что тебе нужно. Ну, правда. Хорошо, что по умолчанию ставят не McLaren. Но я принимаю такую позицию, что кому-то это вот понравится. Мне нравится OnePlus за Oxygen. Oxygen замечательная прошивка. Одна из лучших. Вообще, молодцы OnePlus, да? Они находятся под BBK, BBK, где и Oppo, Realme, Vivo. Но они выделяются на фоне вот этих вот тру китайцев. Давайте еще раз восхитимся внешним видом OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Один из самых красивых смартфонов, что я когда-либо держал в своих руках. И железно он крайне крут. Тройная камера, где есть основная камера неплохая. Ширик. Зум. Стоковые алгоритмы звезд с неба не хватает. Но многим достаточно того, что выдает стоковая камера. Если они нравятся, пожалуйста, можно поставить Google камеру. Батарейка мощная. Процессор Snapdragon 855+. 12 оперативки. 256 встроенный. Красавец! Еще и дисплей QHD+, 90 Гц. Спереди, ну, конечно, не так все хорошо, как сзади. Тот самый случай, когда сзади вид лучше. Парни поймут. Кто сходу назовет, где модель 7T Pro McLaren, а где 7 Pro старенький, синенький мой. Это сложно, потому что спереди невозможно их никак отличить. Вот, в характеристиках, пожалуйста, смотрите, оценивайте. Да, друзья, все же OnePlus наворотилась с этими однообразными моделями. 7T классный. Да, мы к нему скоро вернемся. И McLaren классный. А какой смысл в 7T Pro? Я не знаю, нет смысла никакого. Берите 7 Pro, если не хотите брать McLaren, не берите 7T Pro более дорогой. Нет смысла переплачивать. Обещал показать новинку рядом с другими. Показываю. Это Xiaomi Mi 9T Pro. Черная расцветка. Также сделана как бы с упором на скорость. Вот здесь под карбон якобы. Ну, оцените, где реальный стиль, да, гоночная. Вот здесь вот. И вот эту вот жидкую попытку отобразить суперпроизводительность. Вот эти вот как бы карбоновые нити, их даже не особо видно живьем, не говоря уже о камере, там, о фото. Нужно извратиться, чтобы попытаться их зафиксировать глазами или там камерой. Вот по бокам есть и внизу есть. Скучный очень дизайн. Вообще у Xiaomi с этим в последнее время как-то непонятненько. Очень много одинаковых моделей. Но все равно Xiaomi остается топ за свои деньги. Это прям вот факт. Samsung Galaxy Note 10+, в черной расцветке, 90 тысяч рублей. 90, друзья. Этот дешевле, там, не в два раза, в полтора где-то. Даже чуть больше, чем в полтора раза дешевле. Если мы говорим о ценах рекомендованных, да. Можно взять, конечно, ноут дешевле. А где взять, кстати, ноут дешевле? В Технокити, смотрите, друзья, в Технокити берите и Самсунги, на Snapdragon не. И OnePlus берите в Технокити. OnePlus McLaren Edition в Технокити. Ссылка в описании, промокод указываете, получайте скидочку на кафешечку. Да, ноут скучен, крайне скучен в этом цвете и в других тоже. Не очень он удался. OnePlus 7 Pro и 7T Pro, в принципе, точно так же выглядит, только чуть-чуть другой оттенок спинки. Это что? Это Vibonex 3, очень крупный девайс. OnePlus 7 Pro многие ругают за большие габариты, за большой вес, но это еще больше, еще тяжелее. И между этими девайсами, сравнивая их, лично мне становится понятно, какое оформление камеры более выигрышное. Мне вот такая камера нравится больше, чем круглая, потому что сам предмет, он прямоугольный. И в прямоугольном предмете круглая камера как-то странно. Да, Huawei Mate 30 Pro тоже круглая камера, еще и в кольце, ну, на любителя, да, на любителя. Но такая камера мне нравится больше, чем у Vivo, оформление именно. И не могу не показать рядом с McLaren Edition iPhone 11 Pro Max, вот с таким вот оформлением камеры. Многим не нравится, мне норм, потому что выглядит очень дерзко и имеет под собой основание эта дерзость. Одна из лучших камер и по фото, и по видео в 2019 году. Да, вот так вот, матовое стекло, менее маркое, чем у OnePlus 7 Pro. Что спереди? Давайте посмотрим. А спереди мало что изменилось со времен 7 Pro. Вот, изогнутое стекло, которое немного раздражает бликами. Здесь плоское стекло у Mi 9T Pro. Да, разница в диагонали, конечно, ощущается. Это Note 10 Plus. Экран мне нравится, он такой прям здоровый. Скругления есть, но небольшие изогнутости, да. Mate 30 Pro. У него изогнутость уже через чур, я так думаю. И многие со мной согласны. Ну да, за гранью удобств. Но привыкнуть можно. У Nexa 3 то же самое, то же самое, что у Mate 30 Pro. Тоже ушли уже туда за грань дозволенного, скажем так. Но ничего, тоже привыкнуть можно. А здесь нет никакой разницы. Абсолютно никакой. Поставил идентичные настройки дисплея у 7T Pro McLaren Edition и у 7 Pro. Чисто так, посмотреть, есть ли какая-то разница в панелях. И судя по цифрам, какой-то разницы нет. Рандома панелей нет. По яркости они и визуально, и по прибору одинаковые. По шиму тоже есть функция снижения верцания. Замечательно работает. Претензий к дисплею никаких. Совершенно никаких, друзья. Одни из самых лучших экранов здесь применяются. Еще и 90 Гц, да. Но при 90 Гц, 7 Pro сильно теряет заряд под нагрузкой. Не знаю, как в 7T Pro. Проверим, расскажу. OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Тот самый случай, когда можно доплатить за дизайн. Но стоит ли? Каждый решит сам для себя. И в комплекте получите вот такой вот замечательный чехол. Оригинальный, классненький. Выражаю благодарность за OnePlus 7T Pro McLaren Edition интернет-магазину Технокит. Ссылка в описании. Надежный продавец. Отправка по России. Быстрая, курьером. Все замечательно. Много там девайсов брал. Благодарю Технокит. А где взять вот это вот? OnePlus 7T. Очень хорошая цена будет на 11.11 на Алиэкспрессе, друзья. Как думаете, во сколько он встанет на Алиэкспрессе в день распродаж больших? Подумайте про себя. А я пока понагнетаю. OnePlus 7T. 90 Гц. Тройная камера. Обновленный дизайн. Сколько? Сколько он может стоить? 24,5 тысячи рублей, друзья. 24,5 тысячи. Многие думают, что взять там. Mi 9T Pro, Realme X2 Pro, например, из Китая. Mi за какой-нибудь из Китая. 7T. 24,5 тысячи рублей. Ссылка в описании, друзья. Укажу ее. Переходите по ней. Кладите товар в корзину и выкупайте на 11.11. И чтобы быть в курсе вообще всех акций, всех хороших цен. В ближайшее время их будет очень много. Обязательно вступайте в нашу телеграм-группу со скидками и акциями. Где мы собираем самые выгодные предложения. Вот типа вот этого вот. Или Asus ROG Phone 2 за 29 тысяч. Я не голословен. Пожалуйста. OnePlus 7T. Ссылка. 24,5 тысячи рублей. Не нравится вам OnePlus? Берите Samsung A60 за 11 тысяч рублей. Вот. ROG 2. 29 тысяч рублей. Ссылка есть. Все работает. Mi 9T. 14 тысяч рублей. И так далее, и так далее, и так далее. Вступайте в группу. Об отличиях между разными OnePlus'ами. Давайте поговорим в распаковке OnePlus 7T. А на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайк, если зашло. Тыкайте колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых видео. Пока-пока. McLaren. Субтитры сделал DimaTorzok